Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» в студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главном. Не выбрасывайте яд на свалку. Сахалинские коммунальные службы начали принимать на утилизацию лампы, содержащие ртуть и другие опасные вещества. Надо утилизировать. Это же все-таки тяжелые металлы. Первый класс опасности. Сами виноваты. После сюжета в нашем дне в Дальневосточном управлении автодорог объяснили, почему остановку на Хомской трассе установили в полутора километрах от ближайшего села. Квадратные метры для приезжих медсестер и врачей в Южно-Сахалинске пять квартир переделали подслужебное общежитие для работников здравоохранения. Это место, где наши специалисты, пребывающие, ожидают, живут и ожидают получения своего жилья. Ночная расчистка. Более ста спецавтомобилей убирали город после снегопада. Очистка прежней части и тротуаров. Вылаз снега не осуществлялся, поскольку снегопад закончился только под утро. Плюс пять к стаду. Ольга Буданова узнавала, как живут моралы на Сахалине и зачем на зиму разлучают самцов и самок. Моралы очень чуткие животные. Они чувствуют присутствие чужих людей на своей территории. Проект закона об областном бюджете на ближайшие три года рассмотрели сахалинские депутаты. Доходы региона в 2018 составят больше 101 миллиарда рублей. При расходной статье в 111 миллиардов. Подробнее в нашем первом сюжете. В Большом зале областной думы «Аншлаг» депутаты сегодня рассматривают главный финансовый документ региона. На заседании присутствует 23 из 27 народных избранников. В числе первых лиц губернатор, заместитель председателя правительства и министры. Итак, доходы Сахалина и Курил в 2018 году составят 101 миллиард рублей. Расходы – 111 миллиардов. Разницу покроют остатки денег во странной казне в истекающем году. Также в бюджет поэтапно планируют вернуть средства, вложенные в уставной капитал корпорации «Развитие». В 2018 году это 1,6 миллиарда рублей. В 2019 году – 12,6 миллиарда рублей. И в 2020 году – 9,8 миллиарда рублей. Половину денег в будущем году планируется направить на выполнение социальных обязательств. Значительное финансирование получат здравоохранение, образование, культура, спорт. Предусмотрено увеличение зарплаты бюджетников на 4%. Те категории работников, которые попадают под действием майских указов, президенту получат и вовсе плюс 8. В области продолжится строительство школ, объектов медицины, развитие сельского хозяйства. Конечно, депутаты обращают внимание и на проблемы, связанные с отлетом части бюджета в федеральную казну. Болотников предлагает не сворачивать темпы покрытия сахалинских дорог асфальтом, ускорить процесс газификации региона. «Когда я смотрю программу, которая была принята еще в 2009 году, где в 2018 году должно начаться и частично закончится уже практически все муниципальные образования, то ли это трассы, а мы переносим это дальше. Но я считаю, это неприятно». Депутат Янчук затрагивает кадровую проблему в медицине. Объект внимания – Невельский район. «Бюджет сформировали таким образом, чтобы не сокращать медицинских работников в любом уровне, санитарных, сельных и так далее. Надо достаточно в бюджете денег, чтобы не сокращать вот эти, но уже крайне необходимые рабочие места». Слово берет министр здравоохранения. В порядок приводится штатное расписание. В Невельске сократилась численность населения. «Есть населенные пункты, просто-напросто, где имелись четыре бригады скорой помощи на 520 тысяч населения. И там на амбулатории работало в сверх формативов, там примерно 50 человек. Да, есть моменты приведения в соответствии порядка, это вспомогательный персонал. А что касается медицинского работника, мы ни одного медицинского работника не сокращаем». Завершая обсуждение, губернатор отметил, что власти продолжат работу, связанную с возвратом домой доходов от проекта «Сахалин-2». Как отмечалось ранее, в 2018-м часть потерь федеральный кошелек возместит региону в виде субсидий. Если говорить о 2019-м и 2020-м годах, то там и вовсе снова возможно изменение пропорций в пользу области. Накануне у Олега Кожемяка прошла встреча с премьером Дмитрием Медведевым. «Нам нужны понятные проценты, нам нужна понятная история, связанная с доходами, с выполнением всех своих социальных обязательств. И безусловно, государство со своей стороны никаких катаклизмов, невыполнение взятых на себя расходных и социальных первоочередных расходов». Проект закона о бюджете Сахалинской области в первом чтении принят. «Пять квартир под общежитие для приезжих специалистов. Четыре медучреждения получили в свое распоряжение так называемое временное жилье. Там врачи и медсестры могут с относительным комфортом дождаться уже полноценной служебной квартиры». Приехать на Сахалин, работать медиком на передовой в планах у Ксении Козленко не было. Помог случай. Ее и еще нескольких молодых специалистов позвал главный врач станции скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска. «Вообще я довольна, что я сюда приехала, ни разу не пожалела. Квартиру дали, жилье есть, работа хорошая, зарплата есть. Что еще нужно девушке в 25 лет?» Один из соседей Ксении – это ее коллега. Такой же врач скорой помощи. Денис Борзенко. Выпускник медицинской академии. «На работе всегда есть свои минусы, плюсы, как везде, на любой работе. Потому что у нас общение идет с людьми, в основном. И люди разные попадаются. Кто-то доволен, кто-то нет, как всегда. Это жизнь, это нормально. На работе все нравится, устраивает. Коллектив хороший, хорошо принял, встретил». «Жилье, хоть и служебное, но плюсы у него весомые. Не нужно платить никакой аренды, а счет за коммунальные услуги, если разделить на троих, оказывается и вовсе невелик». «На первом этапе на станции скорой помощи имеется два общежития. То есть деквартиры трехкомнатные, которые используются под общежитие. Это место, где наши специалисты, пребывающие, ожидают, живут и ожидают получения своего жилья». Подобное жилье предназначено и для медсестер городской больницы. Девицит таких работников здесь ощущается остро. «Надеемся, что придут работать и с наличием жилья, думаю, все-таки пойдет к нам средний медицинский персонал. Потому что самая большая проблема – это отсутствие жилья для среднего медицинского персонала. Поэтому отсутствие и сотрудников больницы». Обеспечить кадрами учреждения здравоохранения такую задачу поставил в одном из своих майских указов президент Владимир Путин. С этой целью на Сахалине разработали специальную программу привлечения молодых медиков. Она, помимо жилья, предусматривает и выплату подъемных. Их размер зависит от специальности медработника. Сумма выплат в пределах от 270 тысяч и до 1 миллиона 300 тысяч рублей. «За период действия кадровой программы в Сахалинскую область прибыло 500 в настоящий период, 529 врачей-специалистов и 571 специалист среднего звена». Из общего числа прибывших медработников свои жилые квадратные метры уже получили 370 человек. Выделено 66 квартир. В планах у Минздрава до конца года приобрести еще 15. Задуматься об экологии призывают управляющие компании Южно-Сахалинска. Коммунальщики областного центра начали принимать на утилизацию содержащие ртуть и алюминисцентные лампы. Правда, пока особые мусорные контейнеры в пунктах приема стоят пустыми. В России специалисты ссылаются на неосведомленность людей о новой бесплатной услуге. Без искусственных источников света человечеству не обойтись, но вряд ли изобретатель первой лампы с нитью накаливания два века назад мог бы представить, как технологии шагнут вперед и какой будут таить в себе вред. Сегодня повсеместно используются алюминисцентные лампы, которые содержат ртуть. Чтобы токсичный тяжелый металл не отравлял окружающую среду, такие источники света просто необходимо утилизировать. Тот, кто хочет правильно утилизировать лампы, тот может найти возможность. Возможность такая есть. Здесь скорее о сознательности граждан речь идет, о сознательности руководителей предприятий, учреждений, которые, в общем-то, игнорируют эту возможность. Она не настолько дорогостоящая и на это средства выделяются. Многие, даже зная об опасности люминисцентных ламп, все же выносят их в обычные мусорные баки, откуда они попадают на свалку и загрязняют окружающую среду. Сознательные сахалинцы, может, и готовы сдавать лампочки на утилизацию, просто чаще всего не знают, куда. Теперь отработавшие свое источники света принимают коммунальщики. Я вот не замечала, может быть, в пакетах, а так мне не попадались. Простые лампочки попадались. Люди, видать, ложат в пакеты и выкидывают. Им не хочется нести, наверное, в этот пункт, где принимают. Коммунальная компания «ЖЕО-1» в числе других в областном центре ведет прием перегоревших люминисцентных ламп. Сотрудники говорят, люди не торопятся воспользоваться этой бесплатной услугой. В этот особый контейнер использованные источники света попадают редко. В «ЖЕО-1» организован сбор от населения люминисцентных и ртути содержащих ламп. Для этого у нас специально оборудованное место. В «ЖЕО-1» также заключен договор со специализированной организацией, которая впоследствии утилизирует эти лампы. В Южно-Сахалинске, как и по всей стране, работает программа по увеличению энергоэффективности. Стартовала она пять лет назад и в соответствии с ней до 2020 года на смену ртуть содержащим люминисцентным лампам должны прийти только экологичные источники света. В настоящий момент идет замена устаревших светильников уличного освещения. А граждан призывают беречь окружающую среду и сдавать старые лампы в ближайшие пункты сбора. На Сахалинской мораловой ферме пополнение. В этом году на свет там появились пятеро телят. Сейчас животных на сленге оленеводов отбивают. Зимовать самцы и самки будут отдельно друг от друга. Для чего это нужно – все подробности у нашей съемочной группы, которая побывала в Новиково. На Сахалине есть своя частичка горного Алтая. И находится она в селе Новиково Корсаковского района. Тут даже климат другой. Пока в областном центре порошил снег, здесь небесная канцелярия будто не перевернула календарь с октября. А условия на ферме, по словам самих алтайцев, лучше, чем у них на родине. Застраивать территорию начали почти год назад. Сейчас здесь уже гостиничный комплекс. Беседка, барбекюшница, баня, домики для туристов и персонала. Все располагает к уединению с природой. И главное – оздоровлению. Принимать пантовые ванны для сахалинцев пока экзотика. Но вот иностранцы уже давно практикуют эту методику нетрадиционной медицины. Покупают рога на Алтае или в Новой Зеландии. Узнав, что на Сахалине появилась ферма с благородными оленями, люди стали звонить. Но пока в Новиково их не продают. С первыми срезанными рогами здесь принимают ванны. Мы наморозили этой жидкости. Я просто взял, ведрах наморозил, поставили в морозилку. Наверное, с месяца назад приехали гости и говорят, а можно ванну принять? Я говорю, ну для вас можно все, что угодно. Я достал эти веды, разморозил. И та жидкость, которая в июне месяце была заготовлена, мы использовали. Люди были в восторге просто. Сахалинская мораловая ферма – проект инвестиционный. Возводится на средства рыбопромышленников. Чтобы люди могли круглый год оздоравливаться, здесь планируют создать свою белокуриху. Это популярный в России курорт на Алтае, где отдыхающие принимают ванны с порошком из крови моралов. А сейчас здесь уже работает аромакомната. Олени рога сушат, а людям предоставляется возможность подышать парами. Комната обита осиной, поэтому здесь, как в сауне. Производство пока непромышленных масштабов в поголовье около сотни. В этом году здесь на свет появились пять ротелят. Они живут на территории более ста гектаров, а питаются не только местными дикоросами, но и охотно кушают подкормку из овса. Я считаю, что они адаптировались. В принципе, им наш климат, наш ландшафт им понравился. Я думаю, упитанность хорошая. Плюс, ну и Шадрин Василий Васильевич заботится. Соответственно, и концентраты, и сено у них постоянно есть. Свадьба моралов состоялась в сентябре. Поэтому на языке оленеводов самки сейчас огульные. В мае здесь ожидают рождения порядка 50 телят. Чтобы животные не повредили молодое потомство, на языке терминов нужно самок отбить от самцов. Они зимовать будут раздельно. Быки у нас будут стоять отдельно, а самки будут отдельно. Поэтому уже на срезку самок выпускаем в большой парк, а быков здесь срежем. И несколько голов только запускаем их на новый гон. А остальные здесь остаются на месте. В семье благородных оленей матриархат и вожаками являются оленихи. И как подобает дамам, они решили сегодня показать свой капризный характер. И малороводов слушать не захотели. Расставание самок и самцов перед длинной сахалинской зимой затянулось. Моралы очень чуткие животные. Они чувствуют присутствие чужих людей на своей территории. Может быть и поэтому они не захотели сегодня в присутствии телекамер заходить в загон. Чтобы лишний раз не пугать оленей, мы приняли решение покинуть мораловую ферму. Сахалинские школьники вернулись с космодрома «Восточный». Незабываемые впечатления получили победители Олимпиад по физике и математике. За пуском ракеты, который состоялся в Преамурье 28 ноября, они наблюдали в 5 километрах от стратегического объекта. Для зрителей вокруг космодрома оборудованы несколько смотровых площадок. На той, где находились наши ребята, поместились около 200 счастливчиков. Первый раз вообще в целом происходит. Ты пришел и смотришь на этот здесь запуск. А до этого ты видел только это по телевизору. И это понятно, что это все существует. Это реальность. Конечно, ощущения громадные. Громадные. Наверное, у человека раз в жизни такое может быть, и то далеко не у каждого. Но это как примерно в театре поехать в симфонический оркестр, слушать вживую. Что-то, может быть, получается, что-то не очень, но все равно это событие. Напомню, запуск с Восточного оказался неудачным. Спутник упал. Госкомиссия сейчас занимается расследованием причин инцидента. Жители села Высокого не сообщили в Дальневосточное управление федеральных дорог в Хабаровске о том, что им нужна остановка вблизи населенного пункта. Такой ответ пришел в редакцию из ведомства после материала выпуска программы «Наш день». Жители села на Хомской трассе пожаловались. Новый павильон взамен старого установили в полутора километрах от Высокого. Как сообщил исполняющий обязанности начальника Дальавтодора, современные остановки с ветрогенераторами и солнечными батареями устанавливали из норматива не чаще, чем через три километра друг от друга. И расположение села в расчет вообще не брали. Теперь судьбу дорогостоящего объекта предстоит решать двум регионам. Жителям Высокого советуют направить письмо в Анифскую администрацию, которое затем готовы рассмотреть в Хабаровском Дальавтодоре. И если аргументы сочтут обоснованными, остановку перенесут. И далее наш эфир продолжает рубрика «Точка отчета». Не взялся за расчистку – свободен. Департамент городского хозяйства расторгнет контракт с подрядчиком, который не вышел на уборку дальнего от снега. Жителям планировочного района пришлось утром передвигаться по сугробам и стоять на заметенных остановках. Дорога также была не расчищена. В центральных районах Южно-Сахалинска работало более ста машин. Уборка не прекращалась до самого утра, впрочем, как и осадки. Поэтому вывоз снега перенесли на следующую ночь. Днем все силы бросили на приведение в порядок тротуаров. Будет дочищена проезжая часть, то есть снята вся шуга, которая образовалась после работы противогололитных реагентов. И вывоз начнется активно уже сегодня ночью. Соответственно, просим жителей не бросать машины на проезжей части, поскольку это будет препятствовать вывозу снега. Дело по убийству макаровского стоматолога направили в суд. Он поплатился жизнью из-за 204 тысяч рублей. Именно столько преступникам удалось найти у врача. По версии следствия, четверо жителей Макаровского района ночью пришли к Андаурову домой, где Кулюшин стал избивать его битой. А один из посредников данного преступления обнаружил на полу сумку с пластиковой картой и деньгами. После этого они все вместе вывезли хозяина квартиры на дачу, где потребовали от него сказать пин-код. Кстати, поделить деньги поровну преступникам не удалось. Возможно, они каким-то образом наладят финансовые отношения уже в тюрьме. 8 миллионов рублей за краба. Пограничники задержали корабль под флагом Танзании. Сомнений в том, что на нем велась незаконная добыча, не было. Однако суд затянулся больше, чем на год. Честь капитана отстаивала 6 адвокатов. Но его репутация оказалась все-таки подмоченной. Родители Паранайского воришке заплатят 5000 рублей. Суд установил, что подсудимый, находясь в коридоре спортивной школы, решил похитить зимнюю обувь, которая стояла около спортивного зала. В связи с этим он взял данную обувь и раздевалку, удостоверился, что она подходит ему по размеру, после чего похитил ее и скрылся с места преступления. Ботинки стоили чуть меньше 3000 рублей, но заплатить родителям маленького воришки по приговору с суда придется 5. Эти и другие новости, а также все выпуски программы «Наш день» можно найти на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!